В физике есть всякие разные виды сил. Мы рассмотрим некоторые из них, чтобы вы и сразу же с примерами, чтобы вы понимали, как они рисуются, что с ними делается и так далее. Смотрите, у вас книга лежит на столе. Это поверхность стола. Давайте нарисуем все силы, которые действуют на книгу. Первое, с чего вам нужно начать, это, конечно же, с силы гравитации. Сила гравитации равна массе умноженному на ускорение. Действует по направлению к центру Земли. Второе, я обозначу ее красным. Смотрите, если бы на нас действовала только сила гравитации, если бы у нас была такая картинка, то наша коробка проваливалась бы сквозь стол, то есть она летела бы вниз, потому что сила единственная, которая на нее действует вниз. Но коробка лежит на столе и никуда не двигается. Поэтому должна быть какая-то сила, которая уравновешивает силу гравитации. И это сила реакции опора. Посмотрите, я ее рисую с того места, где соприкасается коробка, ну или книга, с столом. То есть не с центра, а снизу. И она направлена вверх. По величине она равна силе гравитации, потому что она ее уравновешивает. И она называется сила реакции опоры FN. В будущем я буду рисовать FN из центра, потому что я могу перенести силу куда хочу и нарисовать ее в любом месте. Но самое главное понимать, что действует она от дна коробки, она действует снизу. В будущем я смогу ее нарисовать вот таким образом. Это моя коробка. А моя сила реакции опора будет смотреть вверх. Сила гравитации будет смотреть вниз, и они будут равны. Да, они равны по величине, но не равны по направлению. Две силы, с которых мы начнем. Что дальше мы можем делать с нашей книгой? Давайте мы к ней привяжем веревку и начнем ее тащить. Ну вот сюда, например. Сила, с которой мы ее будем тащить, это сила тащения. Да, я специально ввожу такую странную силу, потому что вы, в принципе, можете называть силу как хотите. Ну вот если вы тащите веревкой силу, тогда вы будете ее тащить. Когда вы тащите что-то, вы знаете, что на это что-то начинает действовать еще одна сила, которая очень своеобразная. И эта сила, у меня цвета заканчиваются, поэтому я вернусь к красному, но еще по другой немножко причине. Эта сила, которая будет действовать в противоположном направлении, того направления, в котором вы тащите, да, и она будет действовать вот в этом направлении. Скорее всего, она будет меньше силы тащения, но она будет какой-то. И это сила трения. Да, сила трения зависит от поверхности книги и поверхности стола. Она не может быть больше силы тащения, то есть за счет силы трения вы не можете начать двигаться назад. Сила трения – это такая реактивная сила, то есть она только реагирует. Она появляется только когда есть сила, которая в противоположном направлении направлена. И что интересно, я сразу же напишу, это будет вторая формула, которую мы увидим. Сила трения, поэтому я ее тоже обозначил красным, равна ми умножить на силу реакции опоры. По величине сила трения, по величине сила трения, по величине сила трения, равна ми умножить на величину силы реакции опоры. Да, таким образом. Что это значит? Это значит, что сила трения будет зависеть от того, как сильно наша коробка давит на стол. Если наша коробка слабо давит на стол, то сила реакции опоры будет слабой, и сила трения будет довольно слабой. Да, это логично. Второе, от чего будет зависеть сила трения, это коэффициент трения. Коэффициент трения – это такая цифра, просто цифра, которая говорит, насколько сильно шероховатая поверхность ваша книга. Если у вас гладкая поверхность, коэффициент трения маленький. Если большая поверхность, коэффициент трения большой. Но это пока все формулы, которые мы сегодня поговорим, и достаточно.